сегодняшняя российская дискуссия проста как сапог о чем мы говорим о чем мы пишем о чем говорят за пределами россии уйдет не уйдет что такое транзит это переход владимира путина к новой роли или к новому путину а кто станет новым путиным а если путин останется то как через госсовет союзное государство с белоруссией или другой трюк гадание на этой ромашки стала российским национальным хобби впрочем и мир гадает если не уйдет то что россия растворилась путине создается впечатление что из сложнейшего общественного организма россия превратилась в одноклеточное существо жизнь которого зависит от единственного ответа на вопрос уйдет не уйдет зацикленность элиты и системы на поиск ответа который не несет нового смысла совершенно никакого отражает политический и интеллектуальный ступор неспособность нежелание искать выход из тупика за пределами единовластия беспомощность и безнадежность гадание уйдет не уйдет унизительно не только для нации но и для лидера который уже лишён шанса удивить и не имеет драйва для новой миссии зацикленность на пути не уводит нас во-первых от вопроса о коллективно-групповой ответственности за формирование нынешней власти а во-вторых затрудняет понимание ее логики и последствий которые нас ждут между тем сегодняшнее самодержавие строила именно ельцинская команда которая пытаясь обезопасить себя крышей создавала именно охранительный режим во главе силовиков который не должен был сомневаться в своей функции так что траектория россии определялась еще до прихода путина в кремль до в 1993 году после расстрела парламента писалась и редактировалась самим ельциным конституция закрепившая монополию власти в руках президента кто бы ни пришел в кремль вместо путина он уже имел в руках инструмент узурпации власти вот путин уйдет а с ним уйдет его ближайший круг это неизбежно их коллективный уход станет легитимизации новой власти которая будет черпать народную поддержку вне извержение старых властителей и что мы увидим когда завершится третий акт этой пьесы тотально деморализованную и беспомощную елиту которую умеет только обслуживать вертикаль и не умеет ничего другого окажется что решение проблемы путина не самая трудная вещь что делать с двумя миллионами двухстами тысячами госслужащих которые привыкли функционировать в коррупционной среде что делать с пятью миллионами силовиков заточенных на репрессии что делать с экспертами запрограммированными на обслуживание власти что делать с интеллектуалами паразитирующими на кремлевских советах и палатках что делать с мастерами культуры в кавычках выпрашивающих у власти как андрон кончаловский ориентир куда их всех девать где взять тех кто эту накид может заменить а можно ли верить тем кто сегодня пытается отмежеваться от своего соучастия и ответственность надеюсь на роль в новом сценарии ведь и у них есть только опыт обслуживание вертикали а мы все про путин лилия шевцова я считаю это очень интересная статья которую просто разбирать и разбирать очень долго но самая главная мысль которая мне понравилась и именно та мысль которую я передаю своими простыми словами заключается в том что действительно рано или поздно уйдет путин но не уйдет вся страна не уйдут те кто сейчас сидят на местах губернаторов и даже если их заменят замами губернаторов все равно придут все те же самые кто привыкли работать по тем же лекалам будут все те же самые милиционеры все те же самые директора школ воспитательницы везде будет все тоже сам поэтому надеяться на то что завтра скончается путин придет алексей навальный и вы проснетесь в новой стране это звучит все очень хорошо но на самом деле страна вошла в такое пике и в такой кризис откуда она сможет вылезти с большими трудами это мое личное мнение минимум через 30 лет когда возможно родится другое поколение а нынешнему поколению то есть нынешнем 30-летним ловить в этой стране нечего потому что вы будете ждать этих изменений до конца своей жизни и непонятно увидите ли вы их а ведь нужно менять все всю систему начиная чуть ли не с образования и вот представьте сколько пройдет времени прежде чем вырасти то другое поколение способное по-другому функционировать между собой создавать новые связи не знаю интересен ли будет этот процесс скорее он будет очень сложным и скорее как я думаю увы россия даже в очередной попытки измениться вернется на круги слоя это мое личное мнение кто-то считает что может произойти чудо в этой стране а я наблюдая за ее историей понимаю что в этой стране ничего не меняется и к сожалению заменят одного кровопийцу и узурпатора на другого вопрос будет только стоять в том насколько он сильно будет пить кровь или не очень сильно насколько он слишком закрутит полты репрессии или не слишком закрутит и всегда при сталине при ленине при брежневе всегда одно и то же политические заключенные проблемы с деньгами проблемы с медициной с образованием никакого движения в техническом прогрессии отсталая культура и далее по списку многие ждут конца путина но я тоже присоединяюсь к лире шевцовой в данном случае него что только с кончиной путина к сожалению ничего не закончится а а а Продолжение следует...